Мы должны стремиться, чтобы у нас можно было отказаться от бумажного документа оборота и перейти к электронному. Хотя, на самом деле, до сих пор, даже в самых передовых странах, которые раньше стали строить PKI-системы, до сих пор бумажный документ оборот составляет достаточно серьезный объем. По крайней мере, они сравнимы. Доверенный сервис можно определить как сервис безопасности, квалифицированный по определенному уровню доверия. Что такое уровень доверия? Это степень доверия, соответствующая специальной шкале, применяемая в методе обеспечения доверия. Ниже приводится определение метода обеспечения доверия. Это общепризнанные спецификации получения воспроизводимых результатов обеспечения доверия. Такая цепочка логических определений позволяет понять, что такое уровень доверия, которым наделяется фактически любой сервис безопасности, который должен в электронном мире существовать. По-другому просто построить это невозможно. Ну и здесь ссылка на наш ГОСТ 54581, который является приводным. Вы знаете, что ГОСТы у нас, они трех типов, но об этом мы будем говорить завтра на сессии, посвященной стандартам, без которых хотим мы не хотим, но двигаться дальше нам построение пространства доверия просто невозможно. Ну и сегодня мне хотелось бы начать вот эту сессию с проблем идентификации и аунификации. Они у нас есть нескольких типов. Первый – это нормативно-правовые. Если вы откроете консультант или гарант, вы увидите, что полторы тысячи раз, ну примерно плюс-минус сто, будет упоминаться, что необходимо, значит, обеспечивать сервисы идентификации и аунификации. О том, как их делать, ни в одном документе у нас, к сожалению, на сегодня толком не сказано, как и по многим другим вопросам. Понимаете? Потому что, вот, к сожалению, у нас Министерство коммуникации и связи покинуло уже наш форум. Я хочу сказать такую вещь. Если бы, как мы им советовали, я в частности, был у того же Романа Валерьевича Кузнецова на приемах несколько раз и предлагал им ворами еще много лет назад создать систему требований к сервисам обеспечения юридической силы документов. Кроме электронной пописи, чтобы это были требования к вполне определенным сервисам, которые нам необходимы для того, чтобы электронный документ был равнозначен бумажному. Но, к сожалению, у нас, значит, юристы, они боятся технические требования формулировать. То есть, если бы вовремя это было сделано, я вас уверяю, не нужно было бы сегодня, как было на пленарке, задавать вопрос, а что нам делать, вот, какой удостоверяющий центр должен, значит, заниматься тем или иным видом, выдавать гражданам или выдавать юридическим, значит, юридическим лицам средства электронной подписи и сертификаты проверки. Дело в том, что если бы вовремя эти требования были сделаны и вовремя они были бы опубликованы и введены в жизнь, то число удостоверяющих центров у нас сократилось бы само по себе, эволюционным путем, правильным путем. Потому что проверки были бы не по юридическим вопросам, проверки были бы по техническим причинам. Те удостоверяющие центры, которые не смогли бы поддерживать эти сервисы вовремя, они бы были лишены аккредитации. И тогда бы у нас пространство доверия к электронным документам, оно бы развивалось естественным, совершенно эволюционным, нормальным путем. А все почему? У нас нет единого заказчика по сбалансированным в сфере информационной безопасности требованиям. И, к сожалению, среди, значит, многих ведомств недостаточно специалистов, которые понимают эти вопросы. Вот я надеюсь, что мы на сегодняшней сессии как-то коснемся этих проблем и юридических, и технических. Чтобы как-то в очередной раз поднять эту проблему на высокий уровень. Ну, естественно, есть и научные, и образовательные проблемы, вы их читали. Роль идентификации и унификации, вы слышали уже, начиная с пленарного заседания, она очень велика. Я пытался сформулировать роль идентификации и унификации в решениях на базе PTI. Это все-таки, в первую очередь, сервисы безопасности на базе инфраструктуры открытых ключей. А инфраструктура открытых ключей, извините на секундочку, это инфраструктура доверия к аутентификации. Инфраструктура доверия к тем открытым ключам, которыми мы все уже давно пользуемся. Такие сервисы, как электронная подпись, как проверка валидности сертификатов, штампы времени, проверка полномочий, доверенная и гарантированная доставка сообщений документов, чего у нас вообще нет. Вот эти сервисы, они должны поддерживаться в доверенном состоянии постоянно. То есть, каждую минуту, каждую секунду у всех участников электронного обмена, у всех участников нашего пространства PTI в Российской Федерации. И уровни доверия, они должны быть сформулированы, это есть все. В западной, значит, практике, в международной практике давно это есть. И наша задача, как специалистов, брать лучшее из западной практики и переносить ее в Россию. Не бояться этого, потому что мы уже дозрели до того, что это является необходимостью. И идентификация и модификация должны обеспечить определенный уровень доверия к определению лица, подписавшего документ. Фактически, это позволяет совместно с волеизъявлением при подписании документа в наличии штампа времени и проверкой полномочий, позволяет четко, значит, решить задачу non-reputation, то есть неотказуемости. А я вот не знаю, кто там вместо меня подписал, а вот я не знаю, кто там вместо меня воспользовался моим паспортом и так далее, и так далее. Каждый сервис безопасности, они друг с другом взаимно связаны, потому что у каждого сервиса, он состоит из нескольких сервисов. Допустим, штампы времени, там и хеширование, там и подпись, понимаете, используются. Там используется доверенное время. Во всех, во всех, любой, проверка валидности, это проверка и самой подписи, это проверка цепочки сертификатов, это проверка тех же штампов времени и так далее, и так далее. То есть каждый процесс, они друг с другом, каждый сервис, они связаны. Ну, виды идентификации, понятно, что разделяются на первичную и вторичную. Значит, очень важный вопрос первичной идентификации. Первичная идентификация, по сути, должна ответить на вопрос, а тот ли это субъект, за кого он себя выдает. Это главная цель первичной идентификации. И, к сожалению, на сегодня к этой процедуре тоже требований официальных у нас до сих пор нет. Ни в одном документе. Если бы этот процесс был прописан законодательно и, значит, в регламентах, то тогда, значит, каждый центр выдачи, он делал бы это по установленному регламенту. И тогда, извините, злоупотребления этих просто бы не было. Или бы они были единичные. Значит, международные стандарты в уровне доверия к идентификации давно определены. И они закреплены в относительно свежем стандарте 29.003 ISO стандарт. Он принят в 2017 году. Совсем свежий. Ну, и сейчас он находится в доработке. Потому что сейчас он смотрится с точки зрения выполнения серии стандартов 27, серии 0.00, да, 1, 2, 3. И с точки зрения стандартов серии 3100 и так далее. То есть, вот это все пересматривается, все стандарты живые. И мне бы хотелось, чтобы у нас нормативка не с таким большим трудом, значит, принимались все поправки, значит, между ними там 2, 3, 4 года. А чтобы это все было живое, чтобы это все исправлялось вровень с тем пониманием доверия, о котором мы говорим, с той практикой, которая у нас происходит сейчас в Российской Федерации. Требования к подтверждению тоже есть. Вы видите, по сути, это факторы аутентификации, о которых я ниже буду рассказывать. То есть, есть вполне вменяемые, вполне конкретные требования и к подтверждению инъекционных данных. Речь идет об электронных инъекционных данных, которые, значит, должен предъявить человек, который хочет, чтобы его идентифицировали, чтобы ему выдали, допустим, средства электронной подписи. Есть связь между существованием в электронных реестрах и, значит, уровнем подтверждения, видите, совершенно внятная таблица, обычная матрица. Итак, первая колонка, вы видите, здесь у нас есть, значит, требования к существованию. Есть требования к существованию, к уникальности. И вторая колонка, существование в электронных реестрах, значит, тех инъекционных данных, которые предъявляются, когда субъект просится на доступ к информационной системе. Есть требования к привязке, есть, значит, остальные требования. Они приводят к тому, что у нас возникают уровни доверия к результатам идентификации. Итак, вы видите, что формирование уровня доверия к результатам идентификации складывается из уникальности инъекционной информации в электронном виде, в электронных реестрах, существования ее в электронных реестрах и привязки инъекционной информации в электронном виде к конкретному субъекту, к конкретной личности. Вот так складывается уровень доверия к привычной идентификации. Всем все понятно? Вижу, что понятно. Теперь как, в принципе, подходят наши заклятые друзья-партнеры к выбору уровней доверия. Дело в том, что в отличие от нас, у них достаточно хорошо развита система и есть методики проведения оценки рисков. Итак, каждая бюджетная организация, особенно кто связан с бюджетом Соединенных Штатов, она проводит оценку рисков и ошибок. После этого определяет остаточные и приемлемые риски для типовых, например, онлайн-транзакций. В соответствии с этим выбирает уровень доверия к идентификации и уровень доверия к аутентификации. У нас этого инструмента нет, к сожалению. У нас оценка рисков, по сути дела, мало кто занимается. Только в некоторых сферах этот процесс более-менее поставлен и то, к сожалению, не так хорошо бы, как хотелось. Поэтому приходится у нас еще и разжевывать все и подходить более, скажем, комплексно к задаче формирования уровней доверия. Сформулированы критерии доверия к результатам идентификации. В первую очередь это достоверность, то есть полнота, точность аутентической степени связанности с заявителем результатов идентификации. Обратите внимание, специально, поскольку говорили про паспорт, в связи с переходом к электронному паспорту, я специально писал, что, во-первых, предваряется подлинность бумажных документов, то есть подлинность основного документа, часть последняя будет моя посвящена доклада. Дальше должна быть функциональная надежность обеспеченной самой системы, проверки фактически электронных данных в электронных ресурсах, системы подтверждения через СМЭФ. И последнее, это выполнение в процессе первичной идентификации требований информационной безопасности, в частности в отношении персональных данных. Таким образом мы можем сформулировать и уровни доверия к результатам идентификации. Это, во-первых, доверие к первичной идентификации, которую мы разобрали. Дальше, смотря от того, какие мы методы аутентификации будем использовать, и способы генерации и хранения секрета. Вот так складываются уровни доверия к результатам аутентификации субъектов доступа. Это будет все закреплено в стандарте, который сейчас готовится. Значит, общая характеристика уровня доверия к результатам аутентификации. Вы видите, тоже составлены, в соответствии с этим, какая используется аутентификация, однофакторная или многофакторная, односторонняя или взаимная. Соответствующие протоколы используются. Соответственно, она может быть названа простая, усиленная и строгая по аналогии с электронной подписью. У нас есть некая уверенность и возникает уровень доверия, опять же, к результатам аутентификации. Очень важный вопрос о методах. Дело в том, что у нас здесь тоже до сих пор порядка нет. И вот эта табличка, она опубликована уже в нескольких моих работах. Вот никто не возразил против такого подхода. Здесь расписано, что используется при аутентификации, какая используется аутентификационная информация, как эту информацию нужно защищать, значит, какой происходит обмен. И вы видите, что можно тоже прийти к уровню доверия к результатам аутентификации. К сожалению, вот этот вот подход, он тоже пока не закреплен ни в нашей нормативке, ни где. Но, тем не менее, я надеюсь, что это все будет принято, и мы будем этим все пользоваться. При создании системы аутентификации, как на уровне организации, так и на уровне, значит, более высоких. Например, отраслевые решения по аутентификации, которые сейчас тоже имеют место быть в развитии. Таким образом, вот очень важная вещь, мы можем получить такую табличку доверия к результатам аутентификации. Вы видите, что какой бы мы не использовали самый правильный метод аутентификации, самую строгую аутентификацию, взаимную, значит, с применением криптографии и так далее, многофакторную, но если у нас низкий уровень доверия к результатам аутентификации, допустим, мы по копии паспорта выдали, значит, выдаем человеку средства подписей и авторизуем его в данной информационной системе, мы будем на низком уровне доверия к результатам аутентификации. Все должно быть в балансе. И то же самое относится ко всем сервисам безопасности. Если мы по уровню доверия их классифицируем, то все, значит, уровни должны в зависимости от задач быть в балансе. Если мы хотим достигать определенного уровня доверия в результате к электронным документам с подписью, мы должны понимать, что при этом должны использовать все сервисы безопасности предназначены именно для этого уровня доверия. По-другому не бывает в природе. Вот и все. Значит, ну, с этой частью я закончил. Поскольку мне еще попросили рассказать по, значит, мошенничеству с подписью, да, я просто хотел напомнить, в чем стоят задачи УЦИ. Во-первых, вы видите, что задача непонятная, это в соответствии с нашим федеральным законом в 63-м. Обратите внимание на последний пункт, который тоже у нас почему-то в конце нашего федерального закона есть, но должно быть определение личности, обратившись за сертификатом, включая проверки подписи. Если мы посмотрим на причины мошенничества, да, то, значит, вот предлагается такое для обсуждения, кстати говоря, это не догма, просто предлагается вот такая вот вещь, что подавляющая часть злоупотребления связана с некачественной первичной идентификацией будущего клиента УЦИ. То, о чем я только что рассказывал в предыдущей части. Это первая причина. Второе, несовершенствование законодательства. То есть у нас сейчас, допустим, вот была недавно у нас конференция, там, уважаемые коллеги одного из огромных наших ведущих у строительства центра говорят, что а у нас вот наш филиал Нижнемногородь просто приводит целый автобус, значит, людей без определенного места жительства и, значит, занятий, говорят, а вы обязаны выдать им средства подписи, а вы обязаны, значит, дать им сертификат ключа проверки электронной подписи. Калифицированной. Вот. То есть такие факты есть. И наша законодательство позволяет это делать на сегодня. Понимаете? Это вещи очень серьезные. Вот. По доверенности. Наша замечательная казначейство. У нас есть сегодня представитель казначейства. В прошлом году мы спорили. Вот. Значит, очень бы хотелось тоже все-таки, чтобы в первую очередь наше федеральное казначейство сделало акт доброй воли и отказалось от рукописных доверенностей. Когда юрлица, значит, приходят с подписью, с печатью. Вот. Это вещь очень серьезная. Но очень бы хотелось, чтобы это когда-то у нас все-таки решилось. И доверенности. В частности, нотариально заверено. Но это могло быть выходом. Потому что нотариус своим имуществом отвечает за те действия, которые он заверяет. Вот. Поэтому здесь, значит, у нас вот тоже на федеральном уровне такая проблема есть. Значит, ну и последнее. Что такое качество идентификации? Это, прежде всего, надежность работы системы идентификации, безопасность обрабатывающей информации и доверие к полученным результатам. Вот в ИСУ сейчас все документы проходят на экспертизу на то, что должно выполняться два требования. Это security by design и, значит, privacy by design. Вот хотим и не хотим, весь мир к этому идет. И даже сейчас требования. Последний стандарт я видел по lightweight, криптографии. Все требования повышаются. Раньше 64 бита были блоки, сейчас 128. Ледная ключа была там 128, сейчас она 256 и выше. 512. Все требования растут во всем мире. Потому что у нас кибербезопасность отвечает на те вызовы, которым мы все, значит, подвергаемся. Ну и совсем уже два последних слайда. Это вот по паспорту. Значит, моя экспертиза говорит о том, что у нас только в нескольких банках, значит, реально умеют проверять и проверяют паспорта на действительность, на подлинность. Это вот здесь слайд говорит о том, что есть защита бумаги, есть полиграфическая защита, защита ламинирующей пленки, защитные элементы люминицирующие и инфракрасная защита. Потому что, если мы посмотрим на подделки, то вот посмотрите, подделка третьей страницы паспорта. 5 выявлено, 5 способов подделки. Самый простой и наиболее часто использующийся, когда ламинирующий слой разрезают, переставляют фотографию, приносят в УЦ, УЦ видят, а, фотография совпадает, все нормально. И выдают, пожалуйста, средство подписи и сертификат выписывают. Меня попросили об этом рассказать, я позволил себе в своем докладе сделать такой небольшой анализ. У меня все, если есть вопросы, пожалуйста, если нет, пойдем дальше по программе.